И предоставить слово профессору Николаю Григорьевичу Стуклову, он руководит курсом гематологии в Российском университете Дружбы Народов. Он является одним из наиболее, наверное, сейчас известных специалистов, который читает лекции по обычной гематологии, скажем так, не по онкогематологии, потому что по онкогематологии, понятно, это отдельная тема, и она, может быть, не столь интересна врачам-терапевтам, а именно по проблемам, связанным с аномическим синдромом. Потому что аномический синдром встречается практически у всех. Поэтому я еще раз повторюсь, передаю вам слово, пожалуйста. Глупо уважаемый Павел Андреевич, Глупо уважаемый присутствующий, спасибо, что пришли, стоит сложное время, погода, обстановка, очень благодарен. И все, кто подключились, тоже, конечно, очень признателен. Мы договорились, что я освещу вот эту проблему аномий в практике терапевта, и я, в общем, их в последнее время стал называть сложными. Почему они сложные? На самом деле, мы же не будем с вами обсуждать какие-то сидрохристические аномии, там, опластические аномии, милоспластические синдромы. Мы будем обсуждать то, что каждый терапевт видит в своей практике каждый день. Причем, заметьте, вне зависимости от того, в какой области вы внутренних болезней работаете, будь то заболевания желудочно-кишечного тракта, иншемические инсульты, заболевания почек, кардиология, у каждого из этих групп больных есть аномия. Причем аномия довольно часто встречается. И вот как с этой аномией бороться, на самом деле, никто не знает. Однако все понимают, что это плохой прогноз, что аномия характеризует обычную тяжелую форму или там запущенную стадию болезни. Аномия отражает системные воспалительные процессы. Аномия влияет на прогноз. Аномия определяет эффективность терапии основного заболевания. Мы все это прекрасно знаем, но на самом деле в чем причина, мы не знаем. То есть понятно, что раз это и у кардиологических больных, и у гастроэнтерологических, то не у всех есть кровопотери. Не у всех есть малябсорбция. Не у всех есть нарушение метаболизма В12. А есть какие-то другие причины, а именно, скорее всего, какие-то общие глобальные свойства, которые изменяют как раз кроветворение, о чем Павел Треш говорил. Вот, наверное, вот эти свойства мы пытаемся каким-то образом найти. И объясните, почему они сложные, потому что я крайне против того, чтобы вы называли их железодефицитной аномией. Вот если спросить терапевта, какую ты знаешь аномию, он скажет, железодефицитная аномия в 95%. Ну, кто-то еще умный скажет, В12 и фолиев дефицитная. Все, на этом все заканчивается. На самом деле, ну, вот то, с чем сталкивается терапевт в своей практике, особенно в госпитальной практике, когда тяжелое какое-то состояние больного требует его госпитализации, не имеется в виду аномия, а в основном, то в этой ситуации, ну, это не железодефицитная аномия. Почему? Да потому что они не отвечают на препараты железа. Или, во всяком случае, отвечают, но отвечают таким образом, что полностью мы восстановить и убрать проблему аномии одним железом точно не в состоянии. Огромное количество клинических рекомендаций существует. В 2022 году введены аномии при хронической болезни почек, аномии при аномальных маточных кровотечениях, железодефицит, аномия. И все они, в общем, на самом деле никак не объясняют ту проблему, почему развиваются аномии. Они очень упрощают это состояние до рутинной такой практики, которая, как бы, считается, не навредит больному, но, в общем-то, особо никакого эффекта тоже не окажет. Ну, и действительно, мы будем говорить о, в основном-то с чем? О роли железа, да? Это вот картинка с сайта Всемирализации Здравоохранения, которая говорит о том, что половина жителей Земли так или иначе имеют дефицит железа. Около четверти встречается аномия, и вот на пересечении этих двух областей есть аномия, которая протекает с нарушением обмена железа, ну, или с дефицитом железа. Это вот старые публикации 1989 года. Кстати, ну, действительно, хочется сказать, что вот такие глобальные публикации по дефициту железа, мировые, они все датируются 90-ми годами прошлого века. И где-то с 2000-х годов практически сведено на нет вот эти все крупные эпидемиологические, международные исследования по дефициту железа и эпидемиологии аномии. Почему? А потому что 21-й век вообще в гематологии многие называют железным веком, потому что с 2000-х годов появилось новое вообще представление о дефиците железа, не только как об абсолютном дефиците, а как именно о нарушении обмена железа. Помните такой белогипцидин, наверное, да, который 2001 года активно изучается? Это такой отрицательный регулятор отмена железа, и гипцидин является маркером воспаления. Поэтому при любом воспалительном процессе повышается гипцидин и происходит депонирование железа. То есть железо скрадывается из кровотока, отправляется в печень, перетин поднимается, а сыворочное железо снижается и развивается железодефицитный эритропайз. Поэтому эту картинку можно интерпретировать следующим, не железодефицитный аномия, а железодефицитный синдром. Действительно, большинство аномий так или иначе связано с дефицитом железа, и поэтому действительно дефицит железа, он довольно... Тут в PDF, да, тут не в паром, помните? Я хотел показать, как процесс происходит, регуляция обмена железа. Давайте я тогда возьму вот эту штучку. Значит, смотрите, я коротко объясню, как происходит обмен железа в современном представлении и что мы видим у этих больных. Вот железо попадает в желудочно-кишечный тракт, в верхних отделах тонкого кишечника выходит в кровь, да, через троферин оно переносится в кровь и рециркулирует. Да, вот железо в 95% рециркулирует по организму, то есть оно встраивается в новые эритроциты, эритроциты 3 месяца живут, 4, поток селезенки разрушается, из селезенки она выходит через воротную вену, попадает в печень, в печень и депонируется в виде ферритина, потому что мы едим же не постоянно, да, и когда у нас там потребность железа вырастает, планомерно это железо выходит в кровоток и опять рециркулирует. И вот эта система, она контролируется вот этим вот оранжевым шариком, который называется ферропортин. Ферропортин – это ворота, которые позволяют железу выйти из клетки в кровь. И, значит, был открыт в 2001 году белок гипцидин, который вырабатывается в печени, он что делает? Он закрывает эти ворота, то есть когда его концентрация становится выше, эти ворота закрываются. И железо, соответственно, перестает всасываться в желудочно-кишечном тракте, накапливается в селезенке и накапливается в печени. Дальше. Когда возникает, то есть железа не хватает, необходимо нам побольше гемоглобина, значит, организм через фактор индуцированной гипоксии вырабатывает, начинает эритропоэтин, понятно, в почках, да? Что делает эритропоэтин? Эритропоэтин разгоняет кроветворение. И вот в 2013 году был открыт положительный регулятор кроветворения, который называется эритроферон. Вот этот красный шарик – это продукция эритрокариоцитов. То есть, когда эритрокариоцитов становится много, повышается содержание эритроферона, и эритроферон блокирует выработку гипцидина. То есть, гипцидин перестает образовываться, открываются ворота из печени, из желудочно-кишечного тракта и из селезенки, и железо вываливается в кровь. Для чего? Чтобы создавались нормальные эритроциты, потому что уже подходит срок образования их при активном эритропоэзии. Поэтому, посмотрите, любая аномия, она так или иначе вызывает нарушение обмена железа. Если аномия связана с гипоплазией или аплазией кроветворения, нет эритрокариоцитов, нет эритроферона, высокий гипцидин и железо начинает нарушаться всасывание. Если это хроническая история, то развивается алиментарного генеза железодефицита аномия. Если это острая аномия, то мы видим высокий ферритин, какая-то острая история, да, и низкое сыворочное железо. И наоборот, когда мы говорим о гемолитических аномиях, когда активно работает эритропоэз, то гипцидин стремится к нулю, и мы видим таким образом высокое сыворочное железо, и все железо выходит в кровь, вплоть до какой-то токсичности, связанной с высоким сыворочным железом. Теперь что происходит у нас при воспалении? Мы знаем, что через интерлекин-6 блокируется эритропоэтин, нарушается продукция эритокариоцитов, и не вырабатывается эритроферон. И, соответственно, что идет повышение гипцидина. Гипцидин закрывает железо, и поэтому любая анемия хронической болезни, любая анемия, связанная с воспалением, приводит к чему? К повышению эритина сыворки, к резкому снижению циркуляции сыворочного железа, да, и к нарушению всасывания. То есть в этой ситуации бесполезно, ни внутривенно, ни перорально назначать препараты железа, потому что все они идут в печени, в общем-то, кроме гепатотоксичности, никакого эффекта мы не получим. Но интерлекин-6 прямым, прямо образом, еще и блокирует выработку, то есть стимулирует выработку гипцидина через как раз наши джакстаткиназы, которые участвуют в мутации которых, связанные с проявлениями милопроэфферативных заболеваний. Ну это если коротко так, да? То есть вот такая прямая взаимосвязь между воспалением, кроветворением и обменом железа есть. Поэтому мы можем, вот с этой точки зрения, мы теперь можем рассматривать все анемии, как процессы, связанные, в том числе и с нарушением обмена железа. Если взять наши клинические рекомендации по анемии и хронической болезни, то там вот такое распределение анемий по этиологии представлено, да? То есть железодефицитная анемия классическая, да? Всего в 29% случаев в практике общей врачебной встречается. Причем это, ну, Павел Павлович, я хочу процитировать, сказать, что железодефицитная анемия не госпитализируется. То есть действительно там булаторная практика, это типичная классическая железодефицитная анемия у менструирующих женщин, у беременных женщин, которые вот в такой частоте встречаются. А все остальные, это 70% анемии, они не железодефицитные. Поэтому, коллеги, не старайтесь все анемии лечить железом, потому что это практически не работает, кроме амбулаторной практики, кроме конкретной когорты детей и женщин и продуктивного возраста. Столько же примерно анемии хронической болезни. Причем, есть четкое все-таки представление о том, что анемия хронической болезни это анемия, которая развивается у раковых больных, у больных ревматоидным артритом и у больных туберкулезом. То есть хроническая агрессивная опухоль, хроническое агрессивное системное воспаление, хроническое агрессивное инфекция вызывают длительное повышение гипцидина, многолетнее, и вот это называется такая вот анемия. А на самом деле, вот в практике врача-терапевта мы имеем дело с сочетанием вот этих двух состояний. Это нельзя назвать анемией хронической болезни, нельзя назвать железодефицитной анемией. Поэтому мы их называем, вот я их еще раз формулирую, как сложной анемией. То есть здесь присутствуют механизмы разного генеза, и на эти механизмы нужно каким-то образом повлиять, чтобы избавить пациента от вот этой анемии. Ну, еще какое-то количество острых анемий. Ну, и вот помните, что в 25% случаев мы с вами имеем анемии, которые все-таки требуют консультации гематолога. Их довольно много, их все больше и больше становится, в том числе и в Москве, потому что у нас есть диаспоры, которые чаще-часто несут в себе наследственные анемии, да, это южные национальности. И много иммигрантов приезжает, например, для того, чтобы роды проводить в Москве, они приезжают тоже с такими. Поэтому понимаете, что где-то у каждого четвертого все-таки есть ситуация, связанная с необходимостью консультации у гематолога. Ну, вот как эти железодефицитные синдромы между собой разделять? Значит, железодефицитный синдром, это анемия, которая имеет свойства гипохромии, микроцитоза, эритроцитов, низкое сывороточное железо и низкое насыщение трансферина железом. Вот, здесь совершенно это не значит, что требуются препараты железа. Если мы видим, что это связано с нарушением поступления, нарушением всасывания, дефектами питания, да, или повышенной кровопотери, если мы видим, что нормальные маркеры воспаления, нет никакого процесса воспаления, ферритин меньше 30, то мы называем это железодефицитной анемией. В этой ситуации что мы должны делать? Мы должны выявить и устранить причину развития и назначить препараты железа. И, в общем, здесь никакой разницы нет, пероральные, паралтеральные и так далее. Есть определенные правила, которые написаны в рекомендациях, мы им следуем. Если мы видим хроническое воспаление, инфекцию или опухоль, повышение цирреактивного белка, других цитокинов, и ферритин больше 100, то это называется анемия хронической болезни. Как правило, бывает наоборот. Пациент приходит к нам с анемией, мы его начинаем обследовать, и наша задача, на самом деле, найти, где же у него прячется вот эта опухоль, которая вызывает эту анемию. Мы много занимаемся, кстати, раковыми анемиями. У рака имеется два свойства, тромбоз и анемия. И эти два состояния, они живут абсолютно параллельно друг к другу. То есть, если случается, например, у пациентов с венозной тромбоэмболией, более 60 тысяч ретроспективно проанализировали, и оказывается, в 35% у этих пациентов обнаруживается анемия и рак. То есть, это такая вот триада симптомов злокачественной опухоли. И мы показали, что чем больше стадия рака, тем тяжелее анемия, тем тяжелее нарушение обмена железа, тем выраженнее гиперкоагуляция, тем выше додимер, фибриноген, растворение фибриногеноплекса, тем больше вероятность тромбоза. Вот поэтому, пожалуйста, тоже об этом помните, что анемия, как и тромбоз, отражает системные нарушения кроветворения, системные нарушения состава крови, активности системы гемостаза и так далее. А вот мы с вами в основном живем вот в этой парадигме. Мы же с вами не онкологи, нефтезиаторы, мы терапевты. И у нас вот в основном вот эта ситуация наблюдается. Когда фибрин не такой уж, скажем, и высокий, причем это 100, это классическое понимание анемии и хронической болезни. На самом деле, в рекомендациях по хронической сердечности есть цифра значения ферритина 300. Вот меньше 300 считается дефицитом железа, больше 300 не считается. То есть не рекомендуется начать препараты железа. Так, по каждой специальности. Вот нефрологи вообще говорят, что здесь вот ферритин не 30 у них стоит, а 100. Потому что у них действительно нарушение эритропоеза, облигатно идет нарушение обмена железа. Поэтому если ферритин меньше 100, они считают это абсолютно дефицитом железа и лечим железом. Ну, в общем, это вот градируется вот эти значения в зависимости от нозрологической формы основного заболевания. Но, в общем, принцип такой. То есть если мы видим такую аномию, гипохромную микроцитарную с низким сыворочным железом и низким освещением трансферина железа, то это точно не аномия сидорогласная, это точно не аномия какая-то гемолитическая. Здесь точно аномия связана с нарушением обмена железа. Можете спокойно, без определения ферритина, назначать пероральные препараты железа, потому что они особого вреда в течение месяца не приведут. Но через месяц обязательно проверяйте гемоглобин. Если есть прирост гемоглобина, значит, первое, вы нашли и устранили причину, и второе, вы правильно назначили препараты железа и продолжаете лечение до нормализации. Если через месяц не будет ответа на пероральные препараты железа, ну тогда придется полностью отменять лечение, пересматривать диагноз, и здесь уже речь идет о другой какой-то причине, другой вообще форме аномии. Если речь идет о внутривенных препаратах железа, то мы их не можем назначать без определения ферритина, потому что показанием к внутривенным препаратам железа является тяжелый дефицит железа. То есть мы не имеем права без определения ферритина даже думать о значении внутривенных препаратов железа. Ну и если мы уж не назначаем их, то мы говорим о том, что да, доказан дефицит железа. То есть вот это состояние, оно не подлежит лечению внутривенными препаратами железа. Опять же, здесь могут стоять другие немножко значения. Опять же, в кардиологии, гастроэнтерологии это значение обычно 300. Но это уже конкретные, опять же, это клинические рекомендации. Вот. Чем выше уровень воспаления, тем меньше эффективность препаратов железа и тем хуже переносимость. Потому что железо входит в клетки кишечника бесконтрольно, поглядя эту концентрацию. Сколько мы дали железу, столько и вошло в клетку кишечника. А вот из клетки кишечника оно выходит под контролем гипцидина. И поэтому, чем выше уровень воспаления, тем железо меньше поступает в кровь, больше накапливается в стенки кишечника, и тем больше стенка кишечника повреждается. Поэтому тошнота, рвота, запоры, поносы – это все проявления избыточной токсичности железа, которая не выходит в кровь, а накапливается. Чем меньше эффективность препаратов железа, тем хуже их переносимость, и эта динамика прослеживается с ростом уровня воспаления вот в этой аномии. Ну и мы посмотрели, кто как переносит перерональные препараты железу. Вот если мы лечим женщин с обильными менструациями или женщин с миомой матки с аномией железодефицитной, они прекрасно переносат препараты железа. Если есть какие-то любые симптомы заболеваний желудочно-кишечного тракта, то эти симптомы, вот видите, в 10 раз хуже переносимость, эти симптомы резко усугубляются назначением перерональных препаратов железа. Поэтому прежде чем лечить банальную железодефицитную аномию, просто спрашивайте у пациента, есть ли у него какие-то жалобы на поносы, запоры, сжогу, тошноту, рвоту, и здесь имеет смысл вначале все-таки решить эти вопросы, а потом назначать препараты железа. Ну и вот таких уже много работ появилось, в общем-то, и в гинекологии, и в гастроэнтерологии, что даже если вы видите типичный железодефицитную аномию, то не надо сразу назначать препараты железа, вначале устраните ту причину, с которой пациент обратился. Но чаще всего что бывает с этим ковидом, например? ОРВИ. Пришел пациент к терапевту с ОРВИ. Значит, сдали анализы крови, увидели железодефицитную аномию. Так вот надо дождаться, пока оккупируется проявление острой спиртовой вирусной инфекции, а потом назначать препараты железа, потому что тот же самый гипсидиновый механизм никто не отменял. То есть вы в течение недели никакого эффекта не получите, вызовете раздражение слизистой оболочки, побочные эффекты, пациент откажется от лечения и больше к вам не придет. И еще такая же интересная история с женщинами репродуктивного возраста. Все-таки у женщин причина железодефицитная аномия, она следующая, она все-таки связана с обильными менструациями, поэтому всем подряд женщинам с аномией, ну ни в коем разе не надо назначать гастроколоноскопию, потому что они от этого откажутся, к вам больше не придут и будут годами ходить с этой аномией. Поэтому женщина требует консультации у гинеколога и не более того, а все остальное только по показаниям. Ну так вот, если есть невоспалительные причины железодефицитной аномии, то сразу назначаем препараты железа. Если есть какие-то симптомы воспаления или какое-то хроническое заболевание, то здесь два алгоритма. Или если это острое состояние, мы его убираем, потом назначаем препараты железа. Или если это длительное хроническое течение, то мы одновременно проводим противовоспалительную терапию и назначаем препараты железа. И вот тогда эта ситуация будет работать в пользу купирования аномии. Ну и теперь немножко более конкретно о том, как часто мы встречаемся с дефицитом железа и аномией. Ну мы видим, что на самом деле опять же, как я уже говорил, вне зависимости от того, какой орган поражен, какая область внутренней медицины задействует, частота аномии крайне высокая у всех пациентов с любым хроническим заболеванием. Потому что любое хроническое заболевание, особенно которое требует госпитализации, неизбежно оказывает системный эффект на организм. Поэтому вот при хронической сердечной стрессе, хронической болезни почек, воспалительной заболевания кишечника, мы видим, что если говорить о госпитальных пациентах, то это более половины пациентов будет иметь дефицит железа и аномию. Ну и естественно, еще раз повторяю, что такие аномии, они и ухудшают прогноз, и ухудшают качество жизни, и снижают эффективность лечения основного заболевания. Ну и теперь более конкретно, я вообще более 15 лет занимаюсь на кафедре вопросами аномии, при всяких разных внутренних болезнях. И вот я хочу представить на самом деле какие-то новые клинические рекомендации, которые еще старые мало чего нам объясняют, они в общем-то подгоняют существующие представления о том, чтобы их наиболее просто можно было реализовывать в условиях реальной клинической практики, с минимальными экономическими затратами. Я вот свои буду приводить данные, потому что я довольно глубоко старался разбираться в патогенезе этих заболеваний. И вот начнем с самой частой проблемы, это женщина с аномией. У меня здесь, к сожалению, закрыл, была анимация. Смысл в том, что частота аномии в женской популяции в России составляет порядка 36-38%. А это картинка с сайта Всемирной организации здравоохранения, где показано, что если частота аномии в популяции 40%, то частота дефицита железа в этой популяции достигает 100% случаев. То есть здесь имеет место рутинная профилактика дефицита железа. То есть всем подряд требуется назначать препараты железа. У наших женщин, гинекологических больных и беременных женщин, даже по нашей статистике официальной, 36% беременных женщин имеют аномию. То есть будем говорить, что мы говорим о 90% женщин, которым надо смело давать препараты железа во время беременности, несмотря ни на какие анализы. Но этих рекомендаций у нас, к сожалению, нет. Мы к этому приближаемся пути. И это, еще раз говорю, очень частая история именно у женщин. Вот мы посмотрели, что 20% из тех женщин, которые приходят к терапевту, их можно легко поставить причину, у них обильная менструация, гиперполименарея. 20% больных, и мы спокойно, значит, у гинеколога контролируем менструальный цикл и назначаем препараты железа. В 20% с гиперполименарея и аномии. Потом гинекологи обнаруживают различные заболевания. Полипендометрия, гиперплазиндометрия и так далее. И понятно, что тоже, в общем-то, речим эти заболевания, назначаем препараты железа. То есть это классический железодефицитный аномии. А вот в 60% случаев не удается понять, простым осмотром, опросом, какая причина железодефицитная аномия у этих женщин. У них физиологический цикл, да, и потом у них гинекологи находят миомоматки, дисплазирующие кематки, кисты, там, кистомы яичников. Как назвать эту аномию? То есть она тоже предполагает ответ на назначение препаратов железа. Там тоже низкий ферритин, там тоже гипохромная микроэстонаномия, но причины-то нету дефицита железа. Как же они едят нормально? Повышенных менструальных кровопотерей у них нету. Какая же причина вот этого дефицита железа? Ну вот мы стали разбираться. Оказывается, например, миомоматки всего лишь, видите, в 20% случаев вызывает обильные менструации, а в 65% случаев сопровождается аномией. В отличие, например, от аномиоза, где практически все женщины страдают гиперполименарей, а частота аномии всего лишь 25%. То есть никакой связи между кровопотерей и дефицитом железа нет. Еще в 2004 году профессор Бурлев из Кулаковского института написал статью «Синдром неадекватной продукции эритропоэтина при миоме матки». То есть миома матки – это пролиферативное заболевание, которое тормозит кроветворение путем ингибирования продукции эритропоэтина. И поэтому ее можно отнести, в общем-то, к аномии хронической болезни. Мы посмотрели уровень эритропоэтина у не только премиума матки, но еще в тех больных, у которых не было гиперполименарей, но была железодефицитная аномия. И оказалось, что, видите, уровень эритропоэтина, он несколько по-другому располагается, вот эта линия тренда по сравнению с классической железодефицитной аномией. То есть при тяжелой аномии и при тяжелой железодефицитной аномии, видите, эритропоэтина растет в эгорифмически, то есть там до 500 до 1000 он достигает при тяжелой аномии, а при миоме матки он всего лишь 100. То есть организм неадекватно отвечает аномии и тормозит продукцию эритроцитов. И вот мы посмотрели, например, миома матки обычная, миома матки больших размеров и быстрым ростом. Действительно, когда она быстро растет, она более значимо подавляет кроветворение. И вот здесь по количеству эритроцитов мы четко видим, что эритроциты снижаются. Даже дисплазий шейки матки первой степени и третьей степени, которая уже является таким, да, считается раком и уже требует радикально хирургического вмешательства, никак не сопровождается особо аномией, но вот по количеству эритроцитов тоже видим достоверную разницу. То есть любая прогрессия даже таких заболеваний, которые не являются какими-то опухолями, не влияют на кровотечение, на кровопотерю, они подавляют кроветворение, мы это показали. Ну вот типичная характеристика аномии у гинекологических больных. Нетяжелая гипохромная микроцитарная аномия с низким ферритином и нормальным цирреактивным белком. То есть если мы используем стандартные показатели, мы точно относим к железодефицитной аномии. Но, коллеги, еще старые, когда мы видим железодефицитную аномию, нам еще надо что? Найти, установить и устранить причину ее развития. Здесь не было гиперполименореи, поэтому несмотря на то, что это абсолютно дефицит железа, каким-то образом классифицировать как железодефицитную аномию, мы ее не можем. И вот здесь, ну опять же, ПДФ, поэтому здесь вот еще была графа. Здесь мы посмотрели уровень гипцидина, и гипцидин оказался в два раза выше, чем максимальные нормальные значения. То есть у этих больных при миомии матки в том числе есть синдром неадекватной продукции ретропоэтина и повышенная продукция гипцидина. То есть вот это объясняет, почему у них развивается абсолютный дефицит железа. Поэтому эти аномии хорошо бы по классике называть ЖДА плюс АХБ. А раз так, то мы понимаем, что терапия препаратами железа будет, наверное, не такой эффективной и не такой идеальной, как нам хотелось бы по сравнению с этими двумя группами пациентов. И действительно, если мы пролечили больных с миомой матки и показали, что вот если ориентироваться на концентрацию гемоглобина, что через месяц отличный прирост гемоглобина, сравниваем мы с как раз больными с обильными менструациями, а вот и аденомиозом, и через 3 месяца у всех больных полная нормализация гемоглобина. Мы бы их давно бы отпустили, но посмотрели ферритин. И оказывается, через 3 месяца у больных с миомой матки ферритин был все равно низкий. То есть всасывание нарушено, гипцидин-то высокий, поэтому этих больных нужно лечить дольше. Поэтому банальный расспрос женщины, какая у тебя менструация, позволяет нам спланировать даже длительность терапии и более успешно это реализовать. Потому что если здесь остановить терапию, то следующие 2-3 менструации физиологичные приведут опять к тому, что мы вернемся на тот путь, от которого начинали. Опять придется ее 3 месяца кормить препаратами железа, что на самом деле не очень правильно. Ну вот, например, следующая у нас работа была. Мы инсульты посмотрели. Понятно, что инсульты – это пожилые больные, они ложатся в стационары. Главное лечение в этой ситуации – 21 день режать в строгом постельном режиме. Основной метод лечения. Ну вот мы посмотрели, что действительно гемоглобин за 21 день снижается и у мужчин, и у женщин, и у тех, кто приехал с аномией, у кого аномия развивалась после того, как он приехал с инсультом без аномии, и потом все равно неизбежно развивается аномия. То есть вне зависимости от этих групп везде есть снижение гемоглобина. Мало того, это не просто нарушается ретропоез, сказал бы, можно объяснить это в гиподинамии. Нет, вот уменьшается содержание гемоглобина в эритроците. То есть мы говорим о том, что и меняется, в том числе, обмен железа. Мы видим, что и снижается объем эритроцитов. То есть видим, что как снижается кроветворение, так и нарушается обмен железа. Абсолютно параллельно эти процессы идут. Мы посмотрели, какие же это аномии, что они из себя представляют. Аномии, которые выявлены были при гиспатализации. То есть у больного была какая-то скрытая аномия, а потом развился инсульт. Вот в этой ситуации мы видим очень высокие цифры эритина, высокие цифры цириактивного белка и высокие цифры гипцидина. То есть, грубо говоря, понятно, что это аномия хронической болезни. Значит, этих больных после инсульта, во время инсульта же нельзя делать, ни гастроскопию, ни колоноскопию, да, там, ни какой-то еще инвазивной манипуляции. Ну, во всяком случае, крайне нежелательно, только по жизненным показаниям. Поэтому этим больным, на самом деле, после того, как они выпишутся из стационара, в обязательном порядке нужно отправлять на что? На онкопоиск. Потому что, вероятнее всего, причина инсульта – это тромботическое осложнение злокачественной опухоли, которая еще себя не реализовала клинически. Да, и мы знаем, кстати, что любой тромбоз в течение нескольких лет, через 38% больных, потом обнаруживается злокачественная опухоль. Вот. А у тех больных, у которых аномия развилась после инсульта, уже на фоне того, что он лежал в постели, да, нормальный более-менее ферритин, немножко повышен цириактивный белок, в общем, никакой такой серьезной аномалии не было. Поэтому очень четкая градация. Мы видим, что, на самом деле, вот этот инсульт – это какое-то уже осложнение другого заболевания, вызвавшего вот эту анемию. Ну и вот мы пролечили препаратами железа, и тех, и тех. Небольшое количество больных дали согласие, но неважно. Смысл в том, что вот те, кто получали железо, а вот те, кто не получали железо. То есть, если мы не даем железо, мы провоцируем гипоксию, а гипоксия при инсультах, вы знаете, дает тяжелые отдаленные последствия. Невозможность проведения реабилитации, невозможность проведения ЛФК и так далее, и так далее. А вот здесь, как бы, на самом деле, видите, прирост всего 4 грамма на литр, что не является ответом эффективным на препараты железа, оно позволяет профилактировать развитие анемии. Поэтому вот мы такую рекомендацию вынесли, что да, препараты железа этим больным показаны, потому что они не дают прогрессировать анемии и гипоксии. Ну и качество жизни, на самом деле, вот то, которое мы оценили в процессе госпитализации, никакой разницы между собой не имело. Снижается неврологическая симптоматика, увеличивается активность физическая, да, одинаково, вне зависимости от того, получали препараты железа или не получали. То есть, вероятнее всего, или никакого эффекта клинического это не будет иметь, или будет иметь и клинический эффект в отдаленных последствиях, которые, ну, доказано, что есть при анемии. Ну, еще одна группа больных – анемия при воспалительных заболеваниях кишечника. Почему мы взяли за эту анемию? Потому что здесь есть еще и поражение кишечника, есть эффект малиабсорбции, есть эффект кровотечения, если это язвенные калии, да, и вот мы посмотрели, какие же это анемии. Дизайн немножко разный, коллеги, потому что в течение 15 лет эти данные я собирал. Я, честно говоря, не имел возможности все это привести в какой-то общий профиль, но постараюсь объяснять все равно. Вот, значит, у 70-80% больных эти анемии гипохромные и микроцитарные, то есть связаны с нарушением обмена железа. Действительно, ферритин меньше 30% у 77%. То есть это, казалось бы, типичная железодефицитная анемия. Действительно, низкое насыщение тросферийным железом, низкое осветочное железо, низкий B12. Но мы написали, что это клинически незначимое снижение, потому что при дефиците B12 развивается мегалобластная анемия, которая характеризуется гиперхромией и микроцитозом. Здесь была гипохромная микроцитарная анемия, то есть никакого нарушения кроветворения, никакой мегалобластойности не было. И потом, впоследствии, никаких действий не предпринимая, у этих больных полностью нормализовывался гемоглобин. То есть это какой-то некий перераспределительный дефицит B12 функциональный, тоже по каким-то механизмам, которые мы еще не изучили. И самое главное, что видите, у 85% были повышены циркулирующие иммунокомплексы, высокая СОИ, то есть это крайне высокая степень воспаления была. Мы разделили этих пациентов на пациентов с абсолютным дефицитом железа, пациентов с функциональным дефицитом железа и с ферритином больше 100 по типу анемии хронической болезни. Оказалось, что видите, все эти анемии гипохромные и микроцитарные. То есть если мы видим гипохромную и микроцитарную анемию, никак предсказать, какой будет ферритин, мы не можем, надо обязательно определять ферритин. Там, где ферритин был меньше 100, там были тяжелые нарушения обмена железа, то есть действительно эти больные нуждались в назначении препаратов железа. И самое главное, красное, это все маркеры воспаления. Посмотрите, везде, вне зависимости от того, какой ферритин, были крайне высокие маркеры воспаления. Очень интересная была ситуация по эритропоэтину. При абсолютном дефиците железа эритропоэтин был высокий, а при избытке, при анемии хронической болезни был крайне низкий эритропоэтин. То есть смотрите, нарушения обмена железа нету, а эритропоэтин очень низкий. То есть мы считаем, что эти анемии нужно лечить вообще рекоменантом человеческим эритропоэтином. Почему мы не можем это делать при остром нарушении мозгового коробращения? Потому что противопоказаны эритропоэтины у всех больных с острыми тромботическими состояниями. Там у нас только в руках железо. Мы его реализовали и показали, как оно работает. Здесь, в принципе, можно это использовать. Вот мы провели пероральную терапию железом и показали, что прекрасно это работает, но только на фоне противовоспалительного лечения. Без назначенного начала противовоспалительной терапии никакого железа работать в этой рекоменантности не будет. А вот если начать противовоспалительное лечение, то очень хорошо работают пероральные препараты железа. Здесь есть нюанс. Эти больные не переносят классические препараты железа. В 70% у них развиваются тяжелые побочные эффекты. Поэтому здесь мы использовали такое, может, слышали, липосомальное железо, которое абсолютно другими хренсасовыми не контактирует со слизистой кишечника. И вот в этой ситуации оно очень хорошо работает. И по обмену железа, и по ретроцитарным показателям. Мы провели сравнение с внутривенными препаратами железа. Внутривенные препараты тоже прекрасно работают, но здесь есть нюанс. Внутривенные препараты железа вводятся только в стационаре. Поэтому больному по 100 мг назначали каждый день, потом выписывали из стационара, и, соответственно, лечение не заканчивали, потому что у нас прекращалась возможность назначать препараты железа. И, к сожалению, оказалось, что недостаточно вот такой лечения, и нужно продолжать его дальше. Но в итоге получилось, что препараты железа поднимают гемоглобин, если мы проводим адекватную противовоспалительную терапию. Она была адекватна, потому что все больные через 7 дней покидают стационар, и у них развялась ремиссия заболевания. Ну и последнее наше исследование. Сейчас несколько статей мы уже сделали, будем публиковаться. Анемия прихронической сердечной статочности. Тоже проблема серьезная. Вот как выглядит вообще, что из себя представляет анемия прихронической сердечной статочности. Оказывается, ферритин здесь не такой уж и маленький, 167 средний. Вот этим синим я показал низкие показатели. То есть, видите, низкий показатель... Что-то я тут не вижу. А, да, трансферин низкий. То есть, это явно не абсолютный дефицит железа. Помните, что при железе дефицит анемии трансферин всегда высокий. Но защищение трансферина, ну, в общем-то, ниже нормы, но, в общем, не совсем низкое. Эритропоэтин нормальный. А вы помните, что при анемии эритропоэтин должен логарифмически расти. То есть, он в такой ситуации должен быть порядка 100. Он здесь 15. То есть, это синдром неадекватной продукции эритропоэтина. Мы увидели высокий цирреактивный белок и очень высокий гипцидин. Это общая характеристика анемии прихронической сердечной статочности. Как их можно назвать? Ну, явно не железодефицит на анемии точно. Хотя наши клинические рекомендации предлагают только один метод лечения. Это внутривенные препараты железа. Опять же потому, что гипцидин, блокируя железо на выходе из клеток кишечника, делает очень плохую переносимость такого уровня терапии при пероральном приеме. Вот мы посмотрели, что происходит с функциональным классом сердечной статочности. То есть, чем тяжелее функциональный класс, тем, видите, более выражена анемия. То есть, вот эта же корреляция, кстати, при раках я уже говорил, мы показали. Сывочное железо никак не зависит от функционального класса. Но ферритин никак не зависит от функционального класса. И вот такая же картина с эритропоэтином. Чем больше функциональный класс сердечной достаточности, тем меньше продукция эритропоэтина. То есть, здесь предполагается, да, в общем-то, есть такие работы, которые изучали эффект рекомендации человеческого эритропоэтина, но в наших рекомендациях нет. Здесь большие вопросы по рискам тромботическим. Поэтому теоретически это можно обсуждать. Практически мы это не делали. Теперь посмотрели характеристики этих анемий в зависимости от уровня ферритина. Классификация анемии при хронической сердечной достаточности, она следующая. Ферритин меньше 100 называется абсолютным дефицитом железа. Ферритин от 100 до 300 называется функциональным дефицитом железа. При условии, что он насыщенит трансферин железа меньше 20. Все остальные анемии называются анемии без дефицита железа. И мы их разделили, посмотрели, чем они отличаются. Они отличаются достоверно вот по показателям как раз обмена железа и эритропоэтина. Все остальные показатели, видите, никак не отличаются. То есть, действительно, изменяется, что обмен железа при различном уровне ферритина. Мы тоже видим, что низкий трансферин, низкий растворимый рецептор к трансферину, высокое коэффициент насыщения трансферина железом, низкая железосвязывающая способность. То есть, ну, никак это не назвать железодефицитной анемией. И, в общем-то, мы из такого заключения сделали, что если ферритин больше 100, ну, никакого смысла назначать препараты железа, тем более, нет. Эритропоэтин 10 всего, смотрите, в отличие от всех остальных. То есть, самый низкий уровень активности эритропоэза. Видите, какой гипцидин? 500. Самый высокий гипцидин. То есть, это типичная анемия хронической болезни. Поэтому мы из-за того, чтобы проводить дифференциальную терапию в зависимости от уровня ферритина, а не, как в рекомендациях, говорится, если ферритин меньше 300, всем назначайте препараты железа. Здесь опять у меня графики скрылись, но неважно. Без железа, что произошло через 3 месяца? Если мы лечили ХСН, но не давали препараты железа. Да, вырос гемоглобин, видите, всего на 9. Это считается клинически неэффективно. И гематокрит, достоверно, увеличился, и все. Когда мы назначали препараты железа, мы получили, видите, на 15 рост гемоглобина, рост гематокрита, рост объема эритроцитов и рост ферритина. То есть, грубо говоря, назначение препаратов железа позитивно сказывается на кровотворении обмена железа, и его назначать надо. Я же говорил, помните, что стоит, не стоит. Вот это общая группа. Она общая группа. Вне зависимости от ферритина мы назначали. Да. То есть, в принципе, действительно оказывается, что если мы даем препараты железа, независимо от того, что мы придумали там теоретически по этим характеристикам, работают препараты железа. А вот мы теперь посмотрели по группам, за счет чего же такого успеха мы добились. Оказывается, только в группе с ферритином меньше 30 препараты железа нормально работали. Просто так как здесь очень большая разница была получена, то и вся группа дала статистически положительный ответ. На самом деле, если взять эту группу и разбить на уровень дефицита железа, то только абсолютный дефицит железа, то есть классическая дефицит анемия позволяет говорить о том, что препараты железа работают. Все остальные группы не отвечают на препараты железа. Поэтому, если у нас есть возможность смотреть ферритин, то желательно рассматривать вопрос назначения препаратов железа только при абсолютном дефиците железа и хронической сердечности достаточно. Если нет такой возможности всем назначать препараты железа, в целом популяция это помогает. Ну и самый главный результат нашей терапии, у нас немножко разные группы были, сделаны по причине того, что тяжесть в больных немножко разная была, мы между собой их не можем сравнивать, информирование согласия подписывали не все, но смысл все равно от этого не меняется. Вот смотри, третий функциональный класс до начала терапии и третий функциональный класс процент после начала терапии, если мы не использовали железо, то есть даже если мы адекватно подбираем терапию после того, как больной госпитализирован, у нее прогрессирует хроническая сердечная недостаточность. И наоборот, третий функциональный класс больных с хронической сердечной недостаточностью, которые получали препараты железа до лечения и вот что после, ни одного пациента не было, когда мы препараты железа давали с третьим функциональным классом, то есть мы получили резкое улучшение клинического течения хронической сердечной недостаточности. Если железо идет в миокарт, связывается с миоглобином, миоглобин связывает кислород, сердечная мышца начинает лучше работать. Поэтому не только по гемоглобину, но и по работе сердечной мышцы можно сказать о том, что да, наши клинические рекомендации не врут, препараты железа нужны, мы использовали пероральные препараты железа, они тоже работают. Поэтому, пожалуйста, тоже назначайте железо, хотя это абсолютно не железодефицитная аномия. Ну и в заключении хочу сказать следующее. Аномии в практике терапевта имеют сложный патогенез, развиваются на фоне дефицита железа и воспаления. Вопрос назначения, во-первых, вопрос системной терапии, лечения основного заболевания обязательно, да, а вопрос назначения препаратов железа вот обсуждается в зависимости от нозологической формы, уровня ферритина, целей, которых мы хотим достигнуть и так далее, и так далее. Но уж точно, что все эти аномии не железодефицитные аномии. Лечение аномии связано с лечением основного заболевания и коррекцией дефицита железа по алгоритму, который я вам более-менее постарался представить. И адекватная коррекция дефицита железа позволяет улучшить результаты лечения основного заболевания и качество жизни больных, поэтому, в общем-то, действительно, те рекомендации, которые нам говорят о том, что нужно это назначать, они, в общем-то, абсолютно правильно это делают. Спасибо большое за внимание, я постарался уложиться. Моя задача была упростить жизнь, но, по-моему, я ее усложнил. Я хотел объяснить, но сам запомнил. Ну, то есть, вы поняли, да, что процесс в процессе разработки находится. Спасибо большое. Вопросы? И очень хочется подискутировать, потому что мы видим все редко. Да. Ну, если еще раз говорить о механизмах всасывания железа, то железо всасывается через двухвалентный металлотранспортер, который переносит к двухвалентных металлам, да, поэтому, ну, лично я, понимая механизм всасывания, не работаю с трехвалентными препаратами железа. Потому что, чтобы он всасался, нужно его что? Восстановить до двухвалентного с затратой АТФ. А самый главный механизм нарушений, который приводит к выпадению волос, снижению иммунитета, это снижение выработки АТФ при любом дефиците железа. И вот эта трансформация железа, к сожалению, у больных, у которых уже есть дефицит железа, она не работает. Для профилактики, наверное, да. Клинически, вот, у меня и опыт, и убеждение, что двухвалентные препараты надо назначать. Спасибо. Еще вопросы. При наличии воспаления, чем нужно проводить противооспалительную терапию, чтобы затем было эффективным назначение железа? Отличный вопрос. Мы, кстати, прекрасно это показали. Кстати, про проехали мимо. Вы сказали, что вы проводили противооспалительную терапию, не сказали, чем? Нет, а здесь как раз все очень просто. Мы лечим основное заболевание. Если это воспалительное заболевание кишечника, соответственно, это или сульфосалазин, или там, в реальном случае, преднизолон. Если это хроническое сердечное достаточно, то мы не проводим именно противооспалительную терапию, мы назначаем кардиопротективную терапию, и она работает. Скажите, а что же за воспалительное заболевание кишечника тогда? Потому что это такое широкое, получается, понятие, если вы даете. Ну, смотрите как, все эти нозологические формы мы лечили согласно клиническим рекомендациям. Просто добавляли к ним препараты железа. Но есть просто запор, например. Ну, мы это не рассматриваем как... То есть в нашем исследовании не было пациентов с тростом запором, потом просто запор. Ну, поэтому вы просто не оговорили, какие нозологии вы рассматривали, как воспалительные. Воспалительные заболевания кишечника, психологическая сердечная нестатчность, острое нарушение мозгового возраста. Сейчас вопрос про кишечник идет. А, без кишечника? Ну, после воспалительной терапии при кишечнике вы про нее говорили. Сульфосалазин обычно мы назначали стандартно, как положено, болезненно больным. То есть это НЯК там, да, какой-нибудь? Да, да, да. Понятно. Вы об этом не упомянули, и, соответственно, возник некоторый вопрос, потому что, ну, понятно, что противовоспалительная терапия – это НПВС, которые как бы при заболеваниях желудочного кишечного тракта не очень помогают. Если речь идет о серьезных заболеваниях, это другой разговор. Так, найдены ли способы снижения уровня гипцидина? Коллеги, ну, я немножко уже рассказал, на самом деле существуют и современные препараты, например, гибиторы гипцидина, существуют антагонисты гипцидина, но они не работают в клинической практике, они пока проходят клинические испытания. Но самый простой способ снизить гипцидин – это нормализовать кроветворение. На самом деле есть даже рекомендации по профилактике дефицита железа, когда назначается вместе с железом еще и фолиевая кислота. Потому что фолиевая кислота, как эритропоезо-стимулирующий агент, активирует кроветворение, соответственно, снижает уровень гипцидина. То есть все, что активирует кроветворение, банально, вышел ты из гиподинамии, занимаешься зарядкой прогулки на свежем воздухе, это уже снижение гипцидина идет. Просто мы этого не проходили, но вот так юридически, вот то есть не юридически, а вот так логически это так. То есть все, что стимулирует кроветворение, все уменьшает гипцидин. Вот, тут вас пнулись в растворимые трансфериновые рецепторы. По-моему, вы их очень любили одно время. Ну, это просто очень дорогое исследование, поэтому, к сожалению, нет возможности вот так его в каждом научном своем проекте представлять. Но мы посмотрели, что вот приходящие кислородной достаточности, они снижены. Хотя это один из самых чувствительных маркеров действительно дефицита железа. То есть любое повышение растворимых рецепторов трансферина свидетельствует о том, что необходимо назначать железо. Вне зависимости даже от уровня ферритина. У наших больных, вот там, где мы исследовали, как раз, и проблема-то в том, что они были снижены. То есть прямых показаний к назначению железа, к сожалению, не было. Я просто помню, что вы одно время их когда-нибудь появились, только очень популяризировали. Я как раз тогда возражал, что это немножко кусок кусается. Да, это дорого, да. Для науки, может, и хорошо. Нет, это чувствительный, понимаете, мы можем просто по одним из своих рецептов сказать, нужно этому конкретному пациенту сейчас железо или не нужно. То есть это хороший способ, но принципиально, конечно, да, он, наверное, на модель нашего поведения не влияет. Значит, поэтому полезны прогулки для больных с сердечной недостаточностью. Спасибо огромное. Ну, здесь, опять же, надо учитывать результаты теста шестивинутной ходьбы и понимать, что нагрузки должны быть полезны, а не вредны. То есть здесь обязательно дозированные нагрузки, не вызывающие проблемы с нагрузкой на миокарты. А так абсолютно верно. Вот то, что я хотел сказать. У нас есть даже книжка «Гемоглобин и спорт». Мы изучали в свое время спортсменов и показали, что, в общем, там как раз у них очень большие проблемы с железом по причине их большой физической нагрузки. Вот женщины, которые профессионально тренируются, у них не получается поднимать гемоглобин. Нас спросили, почему? А мы посмотрели, у них железа нет, у них не хватает на эритропы. Все железо расходуется на кровотворение. И женщинам, профессиональным спортсменкам надо обязательно перед соревнованиями давать железо. А железо не является допингом. Успокойно, абсолютно разрешено во всем мире. Вместо того, чтобы мельдоник колоть, давайте женщинам железо. Вы сейчас насоветуете, я вам отвечу как специалист по допингу, поскольку я входил, занимался вопросами допинга у спортсменов, кровяного именно допинга, да, то дав железо вы получите повышение ретикулоцитов. Ну что? Ну да, это входит в биологический паспорт. И все, и до свидос. И женщину снимут с пробега на всю оставшуюся жизнь. Павел Андреевич, ретикулоциты, я, как я книжку писал, я поизучал эту проблему. У нас в дискуссии, мы можем общаться. Смотрите, это один из критериев, который входит в биологический паспорт спортсменов. По одним ретикулоцитам мы не можем говорить. У них нет ничего другого. У них есть динамическое наблюдение за ретикулоцитами. Причем этот биологический паспорт работает так, ну во всем мире как это происходит. Он работает в целой команде, потому что команда целиком тренируется. Если у всей команды поднимаются ретикулоциты... Ничего подобного. Ничего подобного. Это персональный паспорт, я просто в суде выступаю. По этому поводу, поэтому я могу ответить. И если вы получаете ретикулоциты, там есть индекс пересчета. И не дай бог это все повысится. Они даже в норме, когда ретикулоциты, у вас индекс повышается. И эти товарищи из ВАДА, они пишут, что это значит демонстрирует применение стимулятора. Ну эритропоэтин. И вы доказать им ничего не можете. Ничего не можете. Второе возражение у меня есть еще раз. Все-таки еще раз. Здесь есть не только критерии ретикулоцитов, но и гемоглобин. То есть это не один критерий. А второе. Ретикулоцитоз развивается при лечении железодефицитной аномии. Потому что там гипоксия и костномозг выбрасывает много. А когда у вас нет гипоксии и нормальный гемоглобин, то железо такой активации не вызывает. Гарантии нет, значит, не дай бог, я вам еще раз говорю. Они же приезжают, вы знаете, что они берут в любое время, где угодно. И если, не дай бог, у вас повысятся ретикулоциты, то вы, спортсмены, испортите жизнь. Ну, скажи, это вопрос дискуссионный. Мы показали, что есть существенный дефицит железа. И здесь, в общем, чтобы мы добились результатов, надо его каким-то образом давать. Это не в соревновательный период, в период тренировок или пимин. Ну, в общем, у женщин проблемы есть с дефицитом железа. Изучается ли гемоглобин ретикулоцитов с целью получения информации об эффективности включения железа? Ну, есть вообще, да. Сейчас фракции ретикулоцитов очень сильно самоизучаются. И вообще есть сейчас современные приборы, анализаторы, которые спокойно. Ретикулоциты по фракциям складывают. И действительно, появление молодых форм ретикулоцитов с большим уровнем гемоглобина свидетельствует об очень раннем ответе на терапию железа. У меня даже такая статья в клинической медицине, по-моему, от 2013 года есть. Мы как раз там смотрели ретикулоциты с большим содержанием гемоглобина. И вот как только они появляются, все, значит, железо уже включено. То есть через неделю после эффективной терапии мы уже можем говорить, что да, будет ответ на терапию. Потому что иначе нам месяц придется ждать, пока гемоглобин поднимется. Ну, мы смотрели всегда ретикулоцитарный кризис. Это было достаточно в наших наших... А это еще считается более чувствительным? Нет, чувствительнее я понимаю, да. Но мы всегда всем советуем смотреть в течение недели после начала терапии. Неважно, кстати, каким стимулятором, что В12, что железо, в зависимости от ситуации. Здесь есть нюанс, потому что железо дефицит иногда связано с кровопотери. И тогда критикулцитоз будет с критерием кровопотери, а не ответом на препараты железа. То есть не всем больным с железодефицитономией, наверное, имеет смысл. Ну, в принципе, да. Смысл имеет, другое дело интерпретировать. Так, на что ориентироваться при выборе препарата железа? Ну, еще раз. У нас есть клинические рекомендации, можете их посмотреть. Сейчас последняя тенденция к тому, что мы сокращаем дозу. То есть, если раньше мы назначали 200-300 миллиграмм, то сейчас 120 у нас в сутки считается максимальной суточной дозой. Поэтому надо ориентироваться вот на эту дозу. По нашим клиническим рекомендациям сейчас считается, что не надо давать 2-3 раза в день препараты железа. Надо давать однократно или даже через день. То есть вот это надо учитывать, да. Как я показал, надо учитывать обязательно состояние желудочно-кишечного тракта. То есть любые клинические симптомы заболевания желудочно-кишечного тракта в 10 раз ухудшают переносимость препаратов железа. Поэтому этим больным, если не в тяжелой анемии, то может быть даже попробовать внутривенные препараты железа. Если нет заболеваний желудочно-кишечного тракта, тогда пероральные. Острые заболевания верхних отделов язвы желудка, эрозивный гастрит, язвы неоспешные кишки являются противопоказанием к пероральным препаратам железа. Поэтому, конечно, больного обязательно надо, прежде чем назначать препараты железа, обследовать. И здесь есть некое индивидуальное решение в обязательном порядке, конечно. Ну, я напомню, что сидерал можно применять при заболевании. Сидерал можно, да, но они не являются спонсором нашей сейчас... Нет, дело не в спонсорстве, а дело в том, что они не являются лекарственным средством. Да, они не являются... Нет, я хотел продолжить, да, что их нет в клинических рекомендациях. На самом деле все наши исследования научные. Мы их никоим разом не попытаемся ввести в клиническую практику. Просто даем некий алгоритм решения вот этих вопросов. И на самом деле тоже сидерал флорта сейчас очень популярен среди гастронтрологов, потому что мы... Ну, нас приглашают постоянно эти конференции. Мы этот вопрос для них решили. У них не было решения вопроса. Сейчас мы его решили. Ну, единственное, что когда он появился, они нам рассказывали про очень высокую эффективность сидерала. Слабее, слабее. Значит, она слабее, ну, слабее, скажем. То есть она сопоставима с трехвалентным железом, я бы сказал. Но она точно есть и действительно гораздо меньше осложнений. Мы доказали, что в течение трех месяцев точно этого мало. То есть вам надо назначать больше, чем три месяца однозначно. Четыре, пять, шесть месяцев минимум. Это мы точно доказали. И он работает действительно. Медленно, но верно он работает. Можно ли отнести, Андрей Павлович, жидак, заболевание, которое полностью можно диагностировать и лечить дистанционно? Это он из бункера. Давайте так, мы все-таки приверженцы классической медицины. Это мы, нет. Ну, мы хорошо. Мы, Николай Второй, приверженцы классической медицины. Я считаю, что общение с больным, оно на самом деле, ну вот, как говорят, анамнез полудиагноза, а анамнез и осмотр – это 90% диагноза, да? То есть когда мы дистанционно общаемся, мы вот эти проценты теряем. Даже мы гематологи, извините, я точно вот посмотрев больного, могу сказать, у него ИТП будет или остра лейкоз, у него циркоидоз или лимфома, да? Да, то есть осмотр, анамнез позволяет огромные вещи произвести, которых нету, к сожалению, дистанционно. Правильно. Вы, Сергеевна, у нас идет эфир, и мы не слышим, поэтому… Потому что я вам скажу, что мы же… я предводил алгоритмы какие-то, то есть выводы, какие мы сделали. Под этими выводами гораздо больше данных собирается, просто мы их все суммировали и резюмировали. А на самом деле, еще раз говорю, железодефицитная аномия – не проблема дефицита железа и его компенсации, а проблема найти источник и устранить причину. Вот здесь, к сожалению, очень много имеет человеческий фактор, понимаете? Я не очень имею большой опыта онлайн-консультации, может быть, у меня просто нет нужной квалификации, как Павел Андреевич. Ничего, мы можем вас пригласить поработать. Так, еще вопрос. Относится ли аномия у больных с хроническим заболеванием почек к аномии при АХЗ? Ну, в общем, механизмы я вам объяснил, что здесь два механизма – это снижение продукции эритропоэтина и нарушение метаболизма железа. При болезни почек всегда превалирует механизм нарушения эритропоэза, то есть снижение продукции эритропоэтина. Но, как я уже вам показал, любое нарушение эритропоэза автоматически приводит к нарушениям обмена железа. Поэтому у них эритин стоит 100, как критерий абсолютного дефицита железа, когда у всех нормальных людей 30. То есть у них совершенно по-другому. Они понимают, они объясняют, но они понимают, что у них проблемы с обмином железа у больных есть. Так, ну, Андрей Павлович продолжает настаивать на дистанционной консультации, что все, что было сегодня рассказано, это опрос больного, но на самом деле анализы, конечно. Зачем для этого очный контакт? Вот. Вопрос состоит в том, что на привычном контакте мы можем что-то еще найти. Хотя, если сделать нормальный опросник, я тут совершенно согласен, конечно, можно проводить дистанционно. Так, при нормальном гемоглобине, нормальном уровне сырочного железа, ферритин 33,2, нужно ли давать препараты железные? Во-первых, мне бы хотелось нормы ферритина знать, потому что они в разных лабораториях разные. У нас есть клинические рекомендации, где, по-моему, от 10 до 300 сейчас стоит ферритин. Вот, на самом деле... Мы уже столкнулись сейчас на ковиде с этим, что разные лаборатории нормы дают. Да, я понимаю. Но здесь вопрос другой, на самом деле. Здесь, знаете, самый главный вопрос вы не задали. К кому? Кто это? Если это менструирующая женщина с мимо матки и менструациями 7 дней по 5 прокладок в день, то это надо обязательно давать, потому что через год она придет к вам с иномией. Если это крепенький мужчина, который занимается посадкой картошки, то, наверное, не надо просто попросить его применять свою культуру питания и с картошки периодически на свининку переходить. Ох, не получается. Или закусывать хотя бы. Нет, ну я вам хочу сказать, у меня больная, я везде привожу из достаточно богатой семьи, которая жила в Подмосковье в ближайшем, которая кушала молочко с булочкой много-много лет. Ну у нее там 22, я не помню, Андрей, это при тебе же было, да? 22 гемоглобин был. То есть такого вообще, при таком не живут. Есть такое, да. Ну вот, попробуй ее убедить в том, что надо поменять образ жизни. Уколы для таких существуют. Палка, да. Причем она поела железо, ей стало получше через недельку. Ну вот что, и все, и на этом закончилась. Типичная история. И пришла опять, ну это все. Поэтому, коллеги, вот когда я имею в железодефицитном аномии, самая проблема, это вот длительность терапии, это сохранить вот этот курс 3-4 месяца. Это, к сожалению, самое сложное, как оказалось при работе с больными. Здесь очень много неразов. Почему у ферритина такой размах референсных значений? Ну потому что, потому, ну как, вот так вот. Ну на него очень много чего влияет. Да, да. Он же не стабильный. Кстати говоря, я хотел бы спросить, а куда вы сыворочное железо делили? Нет, я показывал, показывал, показывал. Ну это в старых каких-то? Такой стадии дифференциальной диагностики все-таки нам нужно. Потому что низкое сыворочное железо – это критерий любого железодефицитного синдрома. А высокое сыворочное железо – это другая совершенно песня. Вот и все. А здесь вытекает поиск рака, поиск кровотечения и все остальные для пациента чреватые последствия. Телемедицина может позволить решить вопрос к апплайенсу на протяжении месяцев, в отличие от уговора о научном приеме. Это правда. Не буду спориться, не буду спориться. Нет, ну мы сейчас, мы просто занимаемся сейчас как раз вот тем пошла у нас, именно сопровождение больных телемедицинской на протяжении месяцев при хронических заболеваниях, при самых разных. Конечно, железодефицит тут ложится, так сказать, подагра. Здесь вам надо знать, что обязательно отдаленные последствия посмотреть, то есть через 5 месяцев, через год посмотреть и сравнить эти результаты с общеклинически принятыми. Если вы докажете, что у вас вот через год пациенты имеют лучшие результаты, вот тогда можно будет вводить это в клинические рекомендации. Потому что улучшение после приема… Да это не требует клинических рекомендаций, это же просто один из методов ведения пациента. Ну, согласен, согласен. Мы же терапитными. У нас страна большая, доехать на телеге долго до врача, поэтому тут варианты, конечно, есть. Но, с другой стороны, в вышек коммуникационных не стоит там, где нету дорог и трассы, поэтому… Какие у вас ошибочные представления о стране? Первое, везде есть интернет во всех самых отдаленных деревнях, по секрету вам скажу. И второе, что доехать, конечно, невозможно, но мы работаем не только в России, мы работаем по всему миру. У нас примерно, ну, до вот этих всех событий, примерно 15% больных было с разных государств. Я лечил больных, извините, в Хорватии, когда доставал она сидерал из Италии, и это все было по телефону. Ну, кстати, надо сказать, что когда в Италии был, вот это совсем очень серьезный, вот эти ковидные… И самое, там не из Италии, там несколько больных было, которые тоже… Я язву желудка диагностирую, она говорит, я не могу пойти к врачу к гастроскопию, у нас закрыты все больницы. Говорю, значит, так, иди, покупай там этот самый, что там, я не помню. И, в общем, она сказала, спасибо, доктор, у меня все прошло. Вот она встать, рвало от еды. Ну, то есть, конечно, в таких ситуациях не за… Не, потом отрицать то, что мы переходим в другую немножко ипостасию, и тут, конечно, только глупый будет отрицать. Согласен. Подскажите наилучший препарат для восполнения сыворочного железа с наименьшим количеством побочных эффектов. Значит, такого препарата нет, коллеги. Золотой таблетки, только в Кремле есть такая таблетка, которая называется кремлевская. И то нам рассказывали. Да, и то мы, в общем, теоретически только об этом знаем, поэтому… Ну, нет такой таблетки, коллеги. Я уже настаиваю на том, что мы должны индивидуально решать. В каждом случае это все должно быть отдельно. Это есть и клинические рекомендации, вот те данные, которые мы привели. Старайтесь сделать так, чтобы больной получал удовольствие от лечения. Ни в коем случае нельзя делать так, чтобы больной себя плохо чувствовал. То есть, любая плохая переносимость, это, конечно, полностью нивелирует все позитивные эффекты от этих препаратов. Подбирать индивидуально нужно, и ничего с этим не сделаешь. При нормальном гемоглобине, ориентируясь на низкие значения нормы ферритина, специалист назначает внутривенные препараты железа. Ну… Расстрел? Ну, это не я буду расстреливать прокурора, если случится, он придет и примет меры, конечно, да. Это нарушение всех инструкций, моральных каких-то даже. К сожалению, очень часто. Да, да. Иногда больные даже заставляют. Больные вообще… Настаивают, ругаются, пишут жалобы главврачу на меня, но я, к сожалению, не поддаюсь. Уловка, мы сохраняем свое. Как и Калексан при высоком Дедимере. Дедимере не всем положено тоже, беременным особенно. Нет, ну Дедимер вообще из другой серии. Ну, я так, к слову, просто наболел. Нет, нет, Дедимер – это же воспаление. Наболело просто. Такая-такая же вот история абсолютно. Потому что я с Дедимером и Калексаном, короче. Так, еще вопросы. Мы вас, наверное, утомили. Нет, ничего, ничего. Народ уже перестал совсем… Я поэтому сказал вначале, предупредил, что сложно, они действительно сложно, они непростые. Мы просто пытаемся в этом разобраться, уже больше 10-15 лет мы в этом разбираемся. Вот что получили. Хорошо, тогда спасибо. Я, с вашего позволения, закончу. Вы можете присесть. Значит, смотрите, мы давным-давно сказали, что железодефицитная анемия – это вообще такая очень простая вещь. Дал таблетку и получил результат. Ну, годы идут, время идет. Мы начинали заниматься, когда никакого ферритина не было и в помине. Мы начинали заниматься, когда никто не делал сыворочное железо. И мы заставляли, вводили сыворочное железо в стране просто в качестве норматива. То есть мы прошагали с железодефицитной анемией очень большую дорогу. Когда-то у нас был препарат из крови крупного рогатого скота, вкусные жевательные таблетки. Потом у нас появился фераплекс. Это все на моей памяти. Это не то, что что-то я вам такое историческое рассказываю. Это фераплекс, который потом оказался, что это был гениальный препарат. Но потом оказалось, что это препарат для детей. Он не выпускался. Его дозировка там 10 миллиграмм двухвалентного железа вообще ни о чем. Но на фоне гематогена он какие-то проблемы решил. Потом нам рассказывали о том, что трехвалентное железо не работает вовсе. Я услышал отголоски сегодня в вашем выступлении. Оно работает. Ну, немножко хуже, чем двухвалентное. И тоже хуже, что значит хуже? Оно просто дольше гораздо работает. Но зато у него меньше, вроде бы, осложнений. Вот. То есть ситуация продолжает развиваться. И сейчас вот то, что мы сегодня услышали, что железодефицитная анемия, в общем, надо заканчиваться этим термином. Это такое, как болезнь сердца. К вам приходит болезнь с болезнью сердца больного. Вы будете лечить болезнь сердца? Наверное, это не совсем точное выражение. Надо все-таки разбираться, какая болезнь. И вот здесь мы сегодня с этим разговором, собственно, столкнулись. Что разные болезни имеют совершенно разные подходы. Что есть, кстати говоря, эти самые АХЗ. Я не АХБ, а ХЗ мне больше нравится. Ну, на меня хранят заболевания. Мне З просто вот звучит лучше. А? Начинается. Я никаких вот, я совершенно без всяких намеков. Не, на самом деле, вы знаете, что... Есть Шаламов такой известный писатель. Он, на самом деле, крупной литературы вед. Поэт литературы вед. Мы-то знаем его по рассказам колымским. А у него, на самом деле, очень много. И он сказал, что самые хорошие стихи, которые люди воспринимают, это там, где есть шипящие вот такие всякие звуки на конце страфы. И буква З, она просто повышает восприятие стиха. Поэтому АХЗ лучше, чем АХБ. Вот. Боже мой. Вопрос по гематогену. Я только что сказал, что мы от гематогена ушли уже, слава богу, лет 40 назад. Нет, ну, конечно, не целесообразный гематоген. Ну, я в Сомалих. Просто можно пить кровь, есть сырую печень. Это примерно из той же серии будет. Вот. Значит, так вот, возвращаясь к АХЗ, действительно, мы сталкиваемся с ситуациями, когда мы не очень понимаем. Вроде бы это железодефицит, а вроде как вот не очень получается. Мы сталкиваемся с больными, с менее серьезными заболеваниями кишечника. Я не случайно упомянул про запоры, потому что у нас была работа когда-то, правда, очень давно, и без всяких ферритинов, что запоры сами по себе не дают всасываться железу, потому что бактерии в этих запорах, в каловых завалах, они потребляют все железо, которое поступает в организм с таблетками. Знаете, чем мы лечили таких больных? Как вы думаете? Чем? Лактулозой. И она прекрасно работала. Ну, смешно, конечно, звучит, лактулоза и железодефицит. Но, тем не менее, если вы разрешаете проблему, связанную с каловым завалом, с дисбактериозом, то, в общем, улучшается ситуация по всасыванию железа, и железодефицитная аномия становится более податлива препарату. Ну, что я еще хотел отметить. Буквально на днях, может быть, недели назад, может быть, полторы недели назад, появилось сообщение о том, что у нас зарегистрирован новый препарат для лечения аномии при хронических, при ХБП, при хронической болезни почек. И это переворот, на самом деле. Это совершенно новый подход. Значит, дело в том, что у меня в диссертации кандидатской, которую, конечно, я делал без всяких ретропоэтинов, тогда их просто не было, потому что ни про какое сыворечное железо мне мечтать не приходилось. Но я показал, что при хронической почечне недостаточности эффективен плазма ФРС. То есть удаление плазмы приводит к повышению гемоглобина. Это можно представить только в одном случае. Если в плазме находятся ингибиторы эритропоэза. Тогда это звучало почти дичью. Конечно, никто это не воспринял. Но сегодня новый препарат, который появился в нашей российской уже практике, ему всего, по-моему, год или, может быть, два вообще отроду в мире, это препарат, который блокирует блокатор ХИФ. А ХИФ блокирует эритропоэз. У вас там он проскакивал, ХИФ, вы на нем не остановились нигде. Я понимаю, я понимаю. Но мы сейчас вот реально просто с вами оказались в совершенно фантастической ситуации, когда это может оказаться препаратом выбора при самых разных заболеваниях. Пока они зарегистрировали его при ХБП. То есть это вместо эритропоэтина. Эритропоэтином мы повышали, как бы переплевывали тот как бы дефицит эритропоэтина. На самом деле нужно было удалять этот ингибитор. То, что вы сказали, что вот там ингибитор этого гипцидина, гипцидина, да, из той же серии. То есть совершенно другие сейчас начинаются подходы. И мы находимся на совершенно фантастической ситуации. То есть если раньше мы говорили там интерлекин заблокировать, еще что-то вроде как далеко. Хотя интерлекин у вас тоже прозвучал. Это прямое ингибирование, прямые таргетные воздействия на тонкие механизмы эритропоэтина. И как это будет сочетаться с дефицитом железа, с применением препарата железа, я пока сказать не могу. Но то, что это появилось, это очень интересно. Я не смогу вам сейчас сказать ни название препарата, ни название того фактора, который он блокирует. Но это в интернете можно посмотреть. Это сейчас уже описано, поэтому можно это увидеть. Вот. И я хочу сказать, что мы в заключение сегодня провели замечательное совершенно заседание. Я думаю, что оно достойно памяти наших учителей. Иосифа Абрамовича Кассирского, и Андрея Ивановича Воробьева. Кстати, я никогда Иосифа Абрамовича Кассирского не видел. Так получилось, что меня отец с ним не познакомил, а уже потом был ознакомить не с кем. Вот. И мы получили истинное удовольствие от обсуждения такой простой темы, как железодефицитная аномия. Мы очень сильно, судя по всему, можем продвинуться в ближайшее время по изучению патогенеза и по дифференцированной терапии этого состояния. И я хочу поблагодарить всех, кто пришел сюда, всех, кто слушал нас в интернете, и, конечно, поблагодарить докладчика за очень интересный и хороший доклад. Спасибо большое. Всего хорошего. Все пишут. Большое спасибо.